Когда за весь минулый год на Гомельшине было зарегистровано 28 спроб суицидов сирот подлетков, то только за первый квартал 2018-го их 13, при чем один неполнолетний загинул. Наибольший небеспечный взросл от 15 до 17-ти годов. Больше с хильными лишь садзявчинки. Сирот причин сдаяснения, кахания без взаимности, конфликты в школах и наибольший распаусюдженные семейные проблемы. При чем тыжаса гэта не только несприяльных семью. На сегодняшний день риск суицидальный высок у детей в благополучных семьях, внешне благополучных. И по анализу первого квартала мы можем сказать о том, что действительно суициды растут в благополучных семьях. Самая основная рекомендация нашим родителям научиться слышать и слушать своего ребенка. Ребенок никогда не скажет о том, что он хочет умереть. Он будет всячески показывать это. Мониторинг социальных сеток, проведение научальных семинаров, распроцовка рекомендаций. Головная отказность за поводины детей на их батьках. Але гэта не выключая уделу профилактицы и инших структур. На жаль, организовать их эффективное взаимодействие отрымливается не за усёды. А праша тагоу, некоторых установах эдукации, по некальки годов нема педагогов-психологов. Ци их профессийный узровень не дозволяя проводить профилактику на належном узровне. До того ж, методики и тесты, которые используются, не за усёды оказываются эффективными. Кадровая проблема оказывает негативный вплыв и на работу телефону в доверу, куда за допомогой повинен звертаться подлеток. Некоторые из них просто не працуют. На инших специалисты без необходной квалификации. И сказать про их реальную корысть не приходится. Особная заувага у адрес сродков массовой информации. Про осветление темы суицидов необходимо быть максимально корректными. С этой нагоды – великая надея на новую редакцию закона в СМИ. Выкладываются фотографии с мест происшествия. Рассказываются подробности из личной жизни подростков. Подробно очень рассказывается о способах совершения самоубийства. И в некоторых случаях даже придается некий ареол романтизма совершенному поступку. Дело в том, что подробная информация, выложенная в открытый доступ, смакование подробностей, может привести к риску совершения новых суицидов среди несовершеннолетних. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, Телерадиокомпания «Гомель».